Всем привет! С вами Вадим Ладанов и в этом видео мы начнем рисовать с вами иллюстрацию. Мы вышли уже на финишную прямую. Считайте, что последние несколько видео, скорее всего, это будет три видео, это будет своего рода экзамен к нашему небольшому, но достаточно продолжительному курсу. И мы попробуем в течение именно трех видео нарисовать небольшую, простенькую иллюстрацию со сказочным домиком. Почему именно такая иллюстрация, почему именно сказочный домик? На мой взгляд, потому что такой объект довольно-таки прост. В то же время каждый человек в своей жизни видел когда-нибудь хотя бы раз сказочный домик, пусть в лесу или еще где-то, в сказках, возможно. И поэтому примерно имеет представление, как он выглядит точнее. Поэтому мы сегодня с вами начнем иллюстрацию. Первым нашим этапом будет выполнить такой, так сказать, концепт-арт. То есть небольшой сначала скетч примерно того, что мы хотим изобразить. Ваша и моя в том числе задача, да, будет в первую очередь придумать какой-нибудь небольшой сюжет, этюд с этим сказочным домиком, да, придумать, где он будет располагаться, его окружение. И все это выполнить вначале, в таком первоначальном легком наброске. В следующем видео мы, скорее всего, уже будем набросок этот уточнять. Вот. Ну и в последнем видео уже там вносить какие-то коррективы, завершать там, вносить свет и тень. Это чтобы у вас вот в голове отложился примерный план следующих роликов. Основные упражнения, которые в нашей иллюстрации помогут нам, да, мы с вами уже выполнили. Вот. Поэтому все, что мы делали раньше, мы попробуем применить уже вот на, при создании этой иллюстрации. Итак, вначале буквально пару слов о композиции. Опять же, да, так как вот именно этим курсом, да, я не планировал рассматривать какие-либо академические вещи в плане там иллюстрации, да, там полномасштабной какой-то информации по перспективе и прочим-прочим-прочим вещам. Поэтому, опять же, да, подчеркну, напомню кому-то, да, наверняка многие знают об этом, напомню правила золотого сечения. То есть просто-напросто старайтесь придерживаться этого правила и, опять же, да, вы сможете выполнять большинство задач. Насколько вы помните, да, то есть если поделить лист на три части, вертикально и горизонтально, то у вас основные объекты должны помещаться вот в линиях пересечения, да, в композиционных точках. Ну, либо вот находиться здесь, да, либо находиться вот здесь, вот, либо отдельно в каких-то вот этих вот точках. Вот, поэтому давайте прикидем, да, то есть вот у нас стоит задача сделать иллюстрацию, сделать иллюстрацию со сказочным домиком. Допустим, такую задачу нам дали на каком-нибудь конкурсе, да, или кому-то в школе, возможно, задали такое задание. Вот, и нам нужно ее придумать. Конечно, первый вариант, который сразу приходит на ум, да, это подыскать в интернете изображение сказочных домиков и его просто-напросто срисовать. Ну, как бы, это я делать не рекомендую, особенно в рамках именно нашего курса, да. Срисовать вы и так сможете в любой момент времени, поэтому давайте сделаем упор сегодня именно на возможность нарисовать что-то самостоятельно, не прибегая к каким-то вот вспомогательным вещам. Да, вы можете смотреть в интернете примерно какие варианты домов бывают, но, опять же, я вам рекомендую залезть в интернет только после того, как мы проделываем все вот эти упражнения. Вот, то есть, вначале вы родите что-то свое, а уже потом будете смотреть, как это делали другие. Итак, вначале подумаем, да, где же все-таки нам лучше расположить, например, наш домик, да, и что там будет располагаться. Работать с данным вот материалом, последних трех видео, да, я предлагаю следующим образом. Вначале вы посмотрите, как этот процесс делаю я на примере этой иллюстрации. Вот, вы можете повторить этот процесс, а можете сразу рисовать свою собственную иллюстрацию. Если у кого-то совсем туго идет, да, упражнения еще не все, например, выполнили, а предыдущие, то можете попробовать вот выполнить этот процесс вслед за мной. Ну, а если кто-то усердно выполнил предыдущее упражнение, то, я думаю, не возникнет трудностей создать именно свою иллюстрацию. То есть, непосредственно свой домик, да, свой сюжет какой-то. Итак, первое, о чем я думаю при создании иллюстрации, да, у меня в голове рождается сразу несколько идей, и, допустим, да, как бы мог выглядеть этот домик. Во-первых, допустим, вот если я расчерчу несколько таких прямоугольников, нужно вот такой вот во весь лист. Быстренький такой, сначала нужно эскиз выполнить, да, и подумать. Допустим, мы помним правила золотого сечения на три части, лист разделен, да, горизонтальный, вертикальный, помним о вот этих точках фокусировки. Вот, поэтому домик у нас в первую очередь, да, может быть здесь, например, с этой стороны, да, здесь какие-то, например, дерево, здесь, например, лужайка какая-нибудь с зарослями. Ну, домик я побольше сделаю. Домик может, например, быть с этой стороны наоборот. Давайте двери здесь сразу покажем. Например, а здесь, наоборот, дерево растет с этой стороны, да. Это вот по линиям как раз фокусировки, то есть идет по линиям золотого сечения. То есть здесь тоже, например, холмик с этой стороны, здесь могут тоже деревья быть, допустим. Здесь, кстати, тоже можно деревья показать с этой стороны. А может быть другой вариант какой-нибудь, допустим, что здесь еще можно, допустим, какой-нибудь домик. Ну, по центру нам его будет неправильно располагать, это очень скучная композиция. Например, домик внутри, да, он может быть круглый какой-нибудь, да, и он пойдет в нижнюю композиционную точку, где-то здесь какой-нибудь такой кругленький. Здесь будет сзади него, например, тоже большое дерево. Большое дерево какое-нибудь стоять. Сзади, например, ну, здесь какая-нибудь дорожка идет. Сзади, например, море, облака там, еще что-то. Какие еще могут быть варианты? Можно, конечно, зеркально отразить, но это тоже не вариант. Например, может быть, наоборот, здесь дерево расти, допустим, да, посадим его как-то так. И это будет дом дерева, например. Какие-то веточки здесь растут. И какой-нибудь персонаж, допустим, да, идет из этого дерева, например. Как-нибудь по дорожке он топает, там лужайка, цветочки растут, там дальше опять деревья какие-то. То есть можно такой сюжет, то есть домик дерева получится. Можно, не знаю, какой-нибудь на болоте, допустим, на листе кувшинки какой-нибудь, домик феи с листьями, например, вместо крыши, да, там. То есть можно такой какой-то вариант. То есть вот здесь болото, такое. Здесь можно кувшинчик на следующей точке фокусировки, да, вот так вот примерно сделать. В нижней точке будет сидеть, например, какая-нибудь лягушка. Или, например, фея где-то здесь. Ну, фею здесь уже излишне будет показывать, что уже персонаж один есть плюс заполненная линия. Можно, например, с феей какую-нибудь другую композицию придумать. То есть, опять же, да, есть с этой стороны дерево, например. Тут фея, например, такая летит. Какая-нибудь. Летит в свой домик. Ну, какая-то у меня слишком большая получилась. Но самое главное, просто пока для себя рисуем какие-то различные композиционные составляющие. Тут, опять же, может быть тропочка какая-нибудь, цветочки. Вот, может быть, наверное, какой-нибудь грибок сделать, например, дом-гриб. То есть, допустим, да, и здесь дядька сидит какой-нибудь. Или гномик, пусть будет гномик, сидит. Кого-то ждет, например, да, в той стороне он ждет кого-то. Здесь тоже могут быть какие-то кустарники на заднем плане. Здесь все-то пускай будет вот так немножечко кустарниками окружено. Ну, и что еще можно придумать, да, последнее окошко заполнить. Какой-нибудь тоже дом, например. Может быть, вообще какая-то барская усадьба большой, пускай будет дом. Например, в кустах где-то он стоит. Огромный, да. И здесь тоже деревья. Например, здесь какая-нибудь пристройка пускай будет. И тоже можно, например, его поставить где-нибудь там на берегу моря, там сзади моря, допустим, идет. То есть, примерно такой вариант. Без каких-либо персонажей, просто обычный дом. И его как-нибудь интересным образом сделать. То есть, смотрите. Здесь у нас композитор... То есть, мы примерно накидываем какие-то идеи, да, которые у нас в голове есть. И примерно таким образом, очень быстро смотрим. Что бы выбрать, да, из этих вот рисунков. Какой бы вариант можно было реализовать. У меня, в принципе, в голове уже вертится идея, как объединить. Я бы хотел ввести какой-нибудь, возможно, персонажа. И домик мне хочется сделать какой-нибудь вот кругленький, с деревнями позади. И, возможно, я сделаю какой-нибудь пруд. Смотрите. Задача нашего текущего видео, да, вот именно попробовать сначала сделать первоначальный набросок. Поэтому я убираю вот эти наши эскизы. Вы предварительно, конечно, тоже набросайте вот такие вот варианты. Выберите себе идею, какой домик именно вы хотите ввести. Как бы, и сейчас начнем выполнять именно предварительный набросок. Так, это у меня альбомчик с тонкими листьями. Я рекомендую вам взять тоже, как вот я взял себе, да, чуть потолще альбом. Потому что, особенно те из вас, кто будет рисовать первый раз, будут, скорее всего, много стирать, чертить. И, возможно, накладывать очень много слоев графитных. Поэтому лучше здесь взять бумагу поплотнее. Я убираю карандаш для эскизов, да, и беру уже свои стандартные многим уже приевшиеся карандаши. Это 3H и 3B. Мягкий карандаш и жесткий. Итак. А с чего, опять же, начинаем, да. Я постараюсь, конечно, нажимать чуть-чуть посильнее. Но, опять же, я выполнять набросок предварительно буду 3H карандашом, да, то есть жестким карандашом. Как вы помните, да, из видео, когда мы с вами разбирали, зачем нужны жесткие карандаши, зачем нужны мягкие карандаши, да, вы уже в курсе, что жестким карандашом мы будем выполнять предварительный набросок. Я постараюсь нажимать пожестче, чтобы вы видели, что камера все-таки смогла уловить тонкие линии. Вот. Но, тем не менее, вы стараетесь все наброски выполнять тонким нажимом, таким легким нажимом, да, чтобы получать тонкие линии, чтобы потом меньше нужно было стирать ластиком и не разводить грязи. Итак, ну что ж, давайте приступим. Работа такая предстоит плотненькая. Следующие видео, я думаю, они будут подлиннее, чем, как бы, предыдущие упражнения, да, так как все-таки это уже у нас идет такая полноценная работа с иллюстрацией. А именно в иллюстрации как раз-таки и проявляется вот ваш весь навык умения рисовать. Именно не срисовывать, в первую очередь, да, а именно рисовать что-то. Что-то придумать новое. Итак, я выберу для себя следующую композицию, да, то есть, опять же, мысленно я лист подчертил где-то так. Я выбрал композицию, когда у меня где-то вот в центре будет располагаться домик. Причем я его прямо вот так вот кругом показываю. Таким легким кругом. Так, пока положу карандашик для фокусировки камеры, иначе линии тонкие, в камере тяжело сфокусироваться. Вот. И, допустим, у него будет треугольная такая крыша. Ну, точнее, не треугольная даже, а именно это будет конус. То есть, все линии, да, мы начинаем с построения базовых предметов. То есть, вы, когда выберете себе идею, вы смотрите, в первую очередь опирайтесь на тот, какой дом у вас будет, да, с чего он будет состоять. В данном случае, да, я выбрал обычный шар плюс конус. Какие могут быть вообще дома, да? Сейчас еще небольшое такое отступление я сделаю. То есть, вот мы с вами здесь посмотрели, посмотрели, какие бывают варианты домов, да. Можно то же самое, в принципе, придумать. То есть, например, вот я взял дом, который состоит из шара, да, это обычный базовый объект. При этом наверху будет обычный конус. Конус также мы рисуем таким образом, чтобы видеть внутреннюю его составляющую, да, как он примерно лежит. Следующий, например, вариант – это самый простой, да, дом из куба расположенный, да, и наверху у него будет обычная пирамидка стоять, да. Это вот стандартный такой дом, на основе которого, стандартные объекты, да, на основе которого строится обычный дом. Есть варианты, например, цилиндр, допустим, да. Вы можете взять дом из цилиндра. При этом, как бы, нарисовать сначала базовую форму, а потом придумать. Например, да, это же может у вас в первую очередь быть какое-то дерево, да. То есть, например, здесь будет дверь, да, здесь пойдут какие-то веточки у вас уже, например, там. Где-то сзади, да, такое огромное, такое толстое дерево, оно может быть с неровной корой, но это мы детали потом можем тоже проделать чуть попозже, да, при проработке уже деталей. Вот. И, соответственно, что еще можно тут придумать? Например, можно разные типы крыш придумать. Можно дом сделать по типу смешанных объектов. Например, мы с вами рисовали, учились упражняться в базовых объектах, да, в рисовании базовых объектов. Когда, например, объединяли несколько каких-то фигур. Здесь можно поступить таким же образом. Например, у нас есть какой-то параллелепипед, в который входит какой-нибудь еще один. Ну, допустим, можно сделать следующим образом. Допустим, вот будет сюда входить еще один какой-то параллелепипед. Там дальше, например, можно чуть-чуть продлить таким образом. Или даже давайте вот чуть-чуть продлим вот в эту сторону. Видите, можно при предварительном наброске сколько угодно, корректировать какие-то вещи. Главное зацепиться за вот эту базу. Например, крышу здесь можно треугольной такую сделать. Допустим, она вот таким образом пойдет сюда. Где-то здесь будет выходить. И крыша может быть опять же вот здесь, да. Она может сюда уходить. И уже соединяться, например, где-то вот здесь. Ну, чтобы, подчеркну немножечко, да, чтобы понятно было. Вот, например, можно сделать такой вариант дома. Кто-то, может быть, захочет крыльцо какое-то сюда вставить, допустим, да. Оно будет выходить как-нибудь вот таким вот образом. Стоять здесь на пороге. Здесь дверь, например, внутри будет. Здесь окошко. Здесь, например, там два окошка, может быть, будет. Ну, то есть, вот в таком ключе, да, на основе базовых форм быстренько можно прикинуть какие-то варианты. Вот. Ну, понятное дело, что я здесь сейчас очень быстренько набросал. А самое главное, да, ну, надо помнить еще, не забывать о перспективе, да, о том, как будет выглядеть, вот вы рисуете, когда, да. Поэтому, с учетом перспективы, не забывайте строить все вот эти базовые формы. Тогда потом, в последующей обработке, она уже будет идти гораздо более правильно, без нарушений какой-либо структуры объектов. Итак, продолжаем. Значит, на чем я остановился. Жесткий карандаш, мягкий карандаш тоже убираю. Беру, опять же, жесткий. И продолжаем. То есть, где-то примерно здесь я прикинул сам домик у меня такой будет. Он небольшой будет. Здесь где-то наверху вот крыша конуса висит. Пускай она будет... Чуть поменьше я ее сделаю, где-то вот так вот, наверное. Не страшно, прям если, да, вот я наношу такими вот линиями, очень-очень хаотичными, да. Но в первую очередь тут нас интересует идея сама. Можно вносить массу правок, можно вносить какие-то линии вспомогательные, да, чтобы посмотреть, как у вас симметрично ли выглядит объект, да, или куда-то в сторону, например, там что-то съехало. Вот, то есть за этим тоже обязательно следите. Далее, например, да, вот где-то здесь у меня в эту сторону, пускай будет дверь, допустим, она будет, ну, пускай будет полукруглая такая, полукруглая где-то, или... В принципе, можно любую сделать. Либо круглую, да, вот опять же дверь, да, надо подумать, либо полукруглую. Но мне хочется сделать сразу, вот пришла мысль, сделать какой-нибудь мостик, допустим, вот отсюда пусть будет идти некий мостик, и этот мостик будет выходить, например, на некую... некое озеро, да, или болото, допустим. То есть пусть оно так стоит, где-то здесь вот проходит, пускай берег какой-то, этот берег пускай где-то вот здесь, например, идет, и дверь, например, можно строить поближе вот сюда, пускай она будет такая кругленькая, как в каком-то фильме я видел такой домик, если не ошибаюсь, его властелине колец. Здесь, например, может быть окошко. Окошко, кстати, не забываем, да, мы же рисуем по форме. Оно будет где-то здесь. Дальше. А здесь сзади, например, да, я сделаю деревья какие-нибудь, пускай, вот, правда, намечу пока, очень такими легкими линиями, даже можно несколько деревьев наметить, какие-то интересные там будут идти стволы, туда будет уходить в такой темный угол различные стволы деревьев. Здесь пускай, например, какие-то лопухи растут, большие такие, плотные. Они растут в разные стороны, густо растут. Здесь трава уже позади может расти, расти. Здесь тоже травка вот так вот поднимается, например. Все пока так очень примерно, да, главное общую идею показать, нанести. Можно, в принципе, добавить какую-то трубу, например, в домике, да, вот здесь вот, например, можно табличку какую-нибудь, пусть она тоже будет такой полукруглой, и надо постараться ее сделать по форме, по форме вот этого шара, шара домика. Поэтому здесь надо быть вот очень внимательным, чтобы правильно передать вот эту вот форму. примерно таким образом. Еще очень хорошо форму подчеркнет, конечно же, светотень, там, как мы ее положим. При этом, смотрите, вот рама, например, я рисую, а окна, да, я рисую, опять же, по форме, причем рисую именно вот с такой точки зрения, да, потому что, помните, взгляд мой сейчас, да, где-то вот находится вот так, с этой стороны, то есть я смотрю немножечко на этот домик, чуть-чуть сверху. Поэтому вот эти линии, да, они у меня именно такие вогнутые. Нужно не забывать об этом. Так, дверь у нас обычно с какой стороны? С этой стороны открывается, да, можно сделать с этой стороны где-то ручку. Итак, так, крышу мы сделали. Примерно какие-то здесь веточки у нас будут торчать деревьев. Дальше, что здесь можно сделать? Во-первых, ну, озеро мы, в принципе, здесь потом дорисуем. Здесь, значит, у нас уже вода. Здесь можно, например, такой уже немножечко песчаный берег, пускай идет с обрывистой, допустим, как-то вот так вот, да. Рядом с бережком, например, или где-то вот за за моим домиком, пусть опять же где-то вот такие вот лопухи растут, вот тут, допустим, да. Как-то вот так вот. То есть домик именно из таких трав лесных образован. Так, пусть будет таким образом. И, например, где-то дальше, здесь, допустим, граница, какой-то холмик, например, пойдет, или дорога, например, может быть. Кстати, вот здесь уже я могу, наверное, показать на заднем плане, чтобы закрыть, например, вот это пустое место. Я могу сделать следующим образом. Тоже здесь наметить какие-то деревья. То есть здесь, с одной стороны, может такое пространство быть, как бы лесное такое, да, уходящее туда куда-то вдаль. Вот. То есть показать, что на самом деле где-то в лесу стоит вот этот вот домик сказочный. И здесь уже где-то какое-то озеро размещается. Опять же, да, вот здесь можно немножечко поближе, конечно, это показать, чтобы у нас... То есть вот я намечу, да, что у нас здесь стоит домик, да, где-то примерно на этой линии сечения золотого. И здесь где-то будет вот эта вот светлая область пространства открытого. Ну и, наверное, можно, в принципе, здесь где-то, да, добавить таких лесных каких-то вещей, тоже сказочных, например. Пусть мы с вами грибы уже рисовали, да. Давайте где-то здесь, например, можно посадить какие-то грибы. Вот они где-то там за домиком в чаще растут. Можно, например, здесь посадить какие-то интересные вещи, да. Здесь пускай тоже растут. Ну, над деталями, соответственно, мы будем с вами уже работать позже, когда у нас будет готов сам набросок. Сейчас же мы с вами работаем буквально над эскизом, простым эскизом. Так. Так, ну, примерно таким образом. И давайте, например, в нижнюю часть, вот у меня еще есть точка фокусировки, то есть здесь вот, например, это домик, да. Здесь, например, можно внедрить какого-нибудь персонажа. Если персонажа вы пока, как бы, боитесь рисовать, да, или у вас не получается, или вы вообще никогда еще его не рисовали, можно какой-нибудь, например, объект сюда положить. Во-первых, можно камушкой, какие-нибудь камни мы с вами же попробовали рисовать, да. Так, камушками, например, может усеян быть весь берег, то есть их можно сюда набросать, какие-то камушки. Песчаный берег, например, будет тоже различные камни лежать. Вот. Либо можно, например, гриб большой сделать, либо, не знаю, дерево какое-то отдельное посадить, либо куст какой-нибудь посадить, или вообще какой-нибудь артефакт внеземной поставить. То есть все, на что, в общем, вашей фантазии, как бы, годится, да. То есть все можно использовать. Вот. У меня же идея, раз здесь рядышком пруд, да еще и домик, да, то есть, допустим, здесь сидит персонаж какой-нибудь, допустим, надо только прикинуть, пройдет ли у него голова. Допустим, это какой-нибудь боровичок, гриб такой живой, да, который будет здесь сидеть. Сначала общую форму я нарисую. В коленках с огнем ему ноги чуть-чуть как бы сидит, держится за удочку. Где-то вот так вот удочка будет. И здесь у него будет леска. Немножко леску попрямей, конечно, сделаю. Ну, примерно так. Где-то здесь он, допустим, рыбачит. Так. Совсем такой маленький персонаж. Тесноватый ему, наверное, будет жить в таком домике, но как бы будем подразумевать, что это домик для того, чтобы прийти, переночевать, выпить чаю и пойти дальше по своим делам. Здесь, например, будет какая-то табличка, например, может с надписями, а можно еще одно, например, окошечко сделать. То есть, опять же, по форме, да, как-нибудь вот таким вот образом. Пусть будет два таких окна. Интересно. А, кстати, под окошком тоже какие-то вещи можно... Ну, ладно, украшать мы уже будем чуть попозже. Надо поработать отдельно немножечко с персонажем. Допустим, где-то у него тут за его большой шляпой спрятались руки. Вот он держит там... Какой-то... Какие-то лохмоти вот он сидит. Чуть повышаем, голову подниму. Допустим, опустим... Опустим вниз, как будто он... Ну, уснул. Рыбачил и уснул. Здесь у него где-то ножки в ботиночках. Ну, примерно таким образом. Сидит на бережку. Вот. Ну, а дальше идет уже... Камушки тоже можно какие-то отдельные. Из тени, например, леса. Опять же, могут там грибы какие-то сказочные. Допустим, да, такие большие. Где-то чуть побольше вообще грибы могут расти. Здесь, опять же, деревья мы сделаем. И все вот так вот примерно будет уходить. Здесь тоже пускай будут деревья различного происхождения. Ну, а здесь, соответственно, крыша. То есть, вот примерно, как бы, таким образом. А здесь, соответственно, небольшая такая тень, может быть, от самого персонажа. Да, вот он сидит там, уснул. И здесь уже озеро. Как бы здесь я не буду пока показывать каких-либо деталей. Итак, надеюсь, вот вам понятен данный принцип, да. То есть, смотрите, сейчас я на бумагу накидал буквально первичный такой эскиз. У меня была в голове некая идея. Я примерно понимал, где мне что расположить. Да, я... То есть, вот мне, например, вот такие вот наброски иногда, конечно, все-таки требуются. Да, то есть, если я хочу посмотреть, как визуально будет выглядеть. Особенно, если у меня идея, она очень такая расплывчатая в голове. Вот. Но если, как бы, идея такая довольно-таки четкая, я примерно сразу вот беру, прикидываю, как этот домик будет смотреться с этой стороны, например. Или с этой стороны лучше. Мне нравится, например, именно такой вариант. Вот. Я сразу начинаю выполнять вот такой предварительный эскиз. Сразу, как говорится, практически на чистовике. Вот. А затем его уже детализирую. Итак, ваша следующая задача на пару дней попробовать нарисовать свои собственные эскизы. Повторюсь, да, что я говорил в начале видео. Если вдруг вы пока не чувствуете за собой сил, попробуйте повторить за мной данный эскиз. Буквально просто набросать какие-то вещи. Как-то посмотреть, как они выглядят. Посмотреть, возможно, вы захотите еще что-то добавить. Потому что здесь пока прям буквально такая очень поверхностная идея накидана без каких-либо деталей, да. Вот. Ну и, возможно, захотите что-то свое попробовать. Времени у вас есть, да. То есть, чтобы попробовать на чем-то своем. Мне, конечно, интереснее будет, если вы сделаете что-то свое, да. Возможно, кто-то нарисует, как я уже говорил, кто-то нарисует отдельно какой-нибудь дом-дерево, например, да, или квадратный домик, или, возможно, какой-то большой дом, например. Или вообще дом на дереве можно вот расположить вот в этих вот ветвях деревья, в какой-нибудь отдельный домик, там, квадратный или круглый поставить. Да, это тоже будет интересный вариант. Вот. То есть, не забывайте выложить свои результаты предварительные в группу ВКонтакте. Ссылочку, опять же, вы найдете под видео. Вот. Мой вариант выкладывать не нужно. Я его и так у себя вижу. Вот. То есть, как бы, мне интересно больше посмотреть, как у вас получается со своими собственными иллюстрациями. Так. Ну что ж. На этом, в принципе, я предлагаю это видео закончить. И увидимся уже в следующем видео, где будем с вами работать непосредственно деталями, уточнять наш эскиз, превращать его в полноценный набросок и в дальнейшем уже работать более плотно с деталями иллюстрацией. Ну что ж. Успехов вам! Это одно из самых сложных таких заданий, да. Но считайте, опять же, да, что это экзамен после пройденного курса. Те из вас, кто усердно выполнял упражнение, я уверен, хотя бы какую-то свою иллюстрацию, но обязательно создадут. Увидимся в следующем видео. Всем пока! Если ролик вам понравился, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok